Саламу алейкум и рахматуллах и баракатуху. Братья, я вот хочу к вам сделать обращение именно тем братьям, от которых много сообщений получаю. Среди вас вижу земляков-соответственников из Средней Азии, из бывшего постсоветского пространства, но всем тем, кому я не безразличен. Я очень много от вас сообщений получаю и вижу, среди вас есть люди, которые возмущаются за то, что я должное внимание на это не уделяю, что я не считаю нужным ответить на ваши сообщения и так далее. Ни в коем случае вы так не думайте, так как моя деятельность, чем я занимаюсь, она никак не взаимосвязана с этим интернетом, с социальными сетями. Те страницы, которые у меня есть в социальных сетях, они были созданы с целью для личного пользования. Я не общественный деятель, я не блогер, я этим не занимаюсь. Я менее активен в этих соцсетях и надеюсь на ваше понимание. Но все же, выбрав из всех вопросов, которые я получаю, самые актуальные, думаю, отвечу своим подписчикам и всем тем людям, кому я не безразличен. Так как ваше мнение мне не безразлично. И из моих уст, чтобы вы все услышали, Равшан как живет, какие у него намерения, цели, задачи. Поэтому, пользуясь случаем, думаю, внесу ясность, чтобы у каждого из вас было четкое представление касаемо меня, касаемо моей ситуации. Вот я получил такой вопрос. Здесь интересуются люди, правда ли, что вы отсиживаетесь у себя в городе, в Ташкенте, что не можете оттуда выехать, так как есть некая угроза от некоторых людей. Ну и так далее. Братья, это я обращаюсь к тем людям, которые меня лично не знают, потому что те люди, которые меня непосредственно знают, они никогда не будут поддаваться подобным слухам, так как они знают, как Равшан живет, какие у Равшана ценности в этой жизни, и какая у него мужество, так скажу. А те люди, которые меня лично не знают, вот они наверняка пишут мне подобные сообщения. Опять-таки хочу вам сказать, что ни в коем случае не поддавайтесь подобным слухам. Равшан там, где был, местоположение себе не поменял, в Стамбуле находится, в рабочем режиме, занимается своей семьей, занимается своей работой. У Равшана есть конкретные цели, задачи, приоритеты, над которыми с утра до вечера он работает. Это состоит в том, чтобы поднять свою семью, поднять своих родственников, пользу приносить своему народу, своему отечеству, своей нации, и быть достойным последователем пророка, вот над чем Равшан работает. Если у кого-то есть какие-то вопросы к Равшану, пускай подтянутся, Равшан с любым споднятой головой в состоянии увидеться, и каждому из них донести, что этот Равшан не тот человек, что кого-то побаиваясь, будет отсиживаться где-то. Поэтому исключите сразу подобные слухи, разговоры, потому что Равшан там, где правда. А пока правда с Равшаном, нету таких сил на этой земле, чтобы были в состоянии отнять у меня эту правду. А пока я с правдой, с любым, как хотят, где хотят. Будем разговаривать на любой волне. Поэтому постарался я на первый вопрос ваш ответить. Перейдем ко второму вопросу. Вот второй вопрос. И это самый актуальный вопрос из всех вопросов, скажем так, потому что я в протяжении полутора года, может, и тысячами сообщений получил по этому вопросу. Но все же решил сегодня ответить, так как люди хотят знать правду, а мы всегда говорим вещи своими именами, ничего не прибавляя, ничего не убавляя. Говорят, это правда, что вас на разборку позвали некие люди, и потом поставили на связь с некими людьми из Дубая. После того, как тот обосновал, что вы, войдя в доверие, его кинули, вас загрузили, сломали, получается, и дали определенный срок, чтобы вы этот срок денег поставили. Так как вы сами в эфире говорите, что я в срок этих денег поставлю. Братья, я хочу прямо отметить, никто меня на разборку не звал. Меня звали мои братья по вере, мои братья, которые неоднократно бывали у меня дома в гостях, где я с семьей живу, неоднократно кушали мой хлеб, неоднократно в ряду джаматом делали намаз, и неоднократно твердили, что они мои братья до суднего дня. Это те люди, которых мы сами подняли по воле Всевышнего. Аллах нас сделал причиной. Знакомились с достойными людьми, представляли достойным людям и характеризовали достойно. Так как мы из одной земли, и я, слава Аллаху, в людях только хорошее вижу в первый раз, а обратно они сами со временем показывают, доказывают. И после той случая, да, я туда явился, как к своим братьям, в гость, без страховки, без задних мыслей. И когда я туда попал, я увидел массу людей там и увидел беспредел. Беспредел тоже, оно понятие растяжимое. Там такого беспредела я увидел, что видно было, люди много лет практиковались в красных зонах. Все методы улахмачей, которые есть, они все это применили. Полтора-два часа без остановки. Но, аль-хамдюля, я физически был сломлен, так как 10 на одного любого монстра можно загнуть. Но, слава Аллаху, у Равшана духом было все в порядке, так как Равшан был с правдой. И когда они увидели, что ничего не получается, все методы, которые они применяли по отношению ко мне, никакого результата не дает, они уже начали претендовать на мою честь. Я как нормальный, достойный мужчина, начал тоже со своей стороны применять методы, чтобы выйти из той положения, сохранив в себе честь. И это мне удалось. Аллах вывел из той ситуации меня. Они говорят там, если тебе этих денег не поставить, но они-то убедились в том, что с Дубаем на связи, я чист, я в этом не испачкан. Они сами это сказали, они могут это сами подтвердить, если у них осталась хоть какая-то совесть, что егошние доводы, доводы Дубая их не удовлетворило, что тот повел их в заблуждение. Но опять-таки, потом уже разговор затронулся за то, чтобы я должен был определенную сумму дать, чтобы меня выпустили из той ситуации. При этом говорит в камеру, что если я этих денег им не отдам, то я неподобающий человек. Братья, слава Аллаху, я вышел. Когда в срок наступило, они мне звонили, шантажировали, и достойные слова в свой адрес тоже получили. Равшан не из тех людей, чтобы побаиваясь кого-то, чтобы кому-то деньги будут платить. Потому что Равшан, если кому-то какие-то деньги должен, его пугать, бить, ругать не надо, шантажировать не надо. Равшан принесет сам. Надо будет и извиниться. Разные ситуации в жизни бывают. Те люди, с которыми я сталкивался в подобных ситуациях, они могут это подтвердить. Для меня нету ничего позорного, зазорного. Слава Аллаху, чтобы извиниться, когда я где-то ошибаюсь. И в итоге, они начали шантажировать, что это видео будет потом гулять. Я сказал, братья, те люди, которые на это видео будут поддаваться, я их душу топтал. Потому что с каждым из нас это может случиться. Я тоже к себе любого гиганта, монстра приглашу в гость домой. Если приняв мое приглашение, поверив мне, придет, я дважды два с него обезьяну сделаю. Для этого духа многого не нужно. Не нужно там храбрости, дерзости. Для этого надо быть просто подлым. Вот вся картина, что было конец 19-го года. Вот здесь еще вопрос. Я вот получил, думаю, отвечу. Как вы относитесь, говорит, к казахам и к азербайджанцам после той ситуации? Братья, я вам так скажу, за некоторых подлых людей, исходя из их проступков, судить о народе нельзя. Потому что в каждом народе есть хорошие и плохие. Если мы так будем рассуждать, в первую очередь мы должны осуждать свой народ. Потому что инициатором этого зла был узбек, который представлял узбекистан в определенных кругах, за рубежом, за которым мы все шли с поднятой головой, неся его флаг, от которого мы многому хорошему научились, прямо скажу так. Неудостоверившись в каких-то определенных вопросах, он делает выводы, исходя из слов своей жены. И приплыв весь океан, вот утонул в лужах. Это очень обидно, жалко, больно. Потому что все люди, которые его ценили, уважали, они все в нем разочаровались. В первую очередь родственники, земляки, соответственники, нация. Но хуже, чем это, я не знаю для мужчины, что может быть. Пускай он теперь живет с этим унижением. У меня к нему ничего нету. Пускай живет, если он себе сам выбрал такую дорогу. Бог ему судья. А так, среди хазахов и азербайджанцев есть серьезные братья, батары, которые достойно представляют свою страну, которые много чего из себя представляют. Просто они не инста-авторитеты и не какие-то авторитеты по интернету, там по эфиру. Они реальные авторитеты, которые, заслуживают много уважения со стороны многих старших друзей, братьев из бывшего постсоветского пространства, скажем так. А те люди, которые на этом живут и себе очки набивают, говорят, что этот город мой, второй город мой. Если я сидя здесь скажу, что Америка мой, это не значит, что Америка ко мне перейдет. поверьте, таких, как они тут, километрами, братья, чтобы каждый из вас четко это понимали. Не поддавайтесь подобным слухам, это сказка для детей, скажем так. Любой достойный себя уважающий человек это воспримет как сказку, по-другому это не воспримешь. И что я хочу еще вдобавок сказать. Я в городе, имейте в виду, у кого-то что есть, я очень сильно сомневаюсь, что у кого-то могут какие-то вопросы ко мне возникнуть, потому что вопросы ко мне будут со стороны Всевышнего в Судни день. Интересы какие-то есть, мы в любое время с любым человеком достойно встретимся. Если гостем придет, миром придет, миром встретим и нашим гостеприимством встретим. Если кто-то хочет на какой-то волне с нами хотят поговорить, в любое время, я вам как Равшан говорю, подчеркиваю, мы в городе с любым, где хотят, когда хотят. Встретимся, поговорим, а там уже видно будет. Время покажет, как карта ляжет. Прямо вот так вам скажу. Давайте, дай Бог вам всем здоровья, чтобы всех вас окружили достойные, искренние люди, чтобы лицемерие всегда стороной обходили двуличные. Потому что их сегодня немало. Мы тоже попались под такую ситуацию за то, что мы доверились людям. Саламу алейкум ва рахматуллах и ва баракату.